Время новостей на нашем телеканале Тираспольский шериф, представляющий Республику Молдова, прошел в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА, уверенно одолев по сумме очков Загребская Динамо. Ответный матч на стадионе Максимир в Хорватии завершился 25 августа нулевой ничьей. Впервые в истории молдавского футбола команда, представляющая нашу страну, прошла в Лигу чемпионов. Тираспольский шериф по итогам двух встреч с хорватским клубом «Динамо» вышел в групповой этап Лиги. Первый матч между этими командами в Тирасполь на прошлой неделе завершился убедительной победой шерифа 3-0. В ответ на матчи на хорватском поле команды сыграли в ничью. Я говорил в самом начале, что приходил в эту команду, в Кашериф, с одной мечтой сыграть в Лиге чемпионов. Моя мечта сбылась. Но это не только моя и не я. Это работа команды, всех ребят, которые были как семья, одно целое. Но я скажу, тот результат, который показали ребята, я просто ими горжусь. По ходу встречи хорватская «Динамо» имела преимущество во владении мячом и больше атаковала. Тираспольчане противопоставили их на диску игру в обороне. Во втором тайме хорваты трижды опасно пробивали по воротам шерифа. Но вратарь желто-черных Георгиос Атанасиадис оказался на высоте и не пропустил ни одного мяча. Все могли говорить что угодно, но все решилось на поле. Было приятно и интересно играть против этой команды. Они показали хороший футбол, но мы выполнили задачу, которая стояла перед нами. На 77-й минуте мяч побывал в сетке ворот Сираспольского клуба. Однако гол не был засчитан из-за офсайда. В самом конце встречи форвард желто-черных Адама Траори вышел практически один на один с хорватским голкипером Домиником Леваковичем, но реализовать момент не сумел. В итоге на табло так и остался нулевой счет, победный для молдавской команды. Чтобы пробиться в лигу, команда «Шерифа» сыграла 8 игр. Из них 6 выиграла, 2 были сыграны в ничью с результатом в 14 забитых и 2 пропущенных мяча. Нынешняя гостевая ничья с учетом домашней победы над «Динамо-Загреб» с отсчетом 3-0 позволила «Шерифу» квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. Своих соперников по групповому этапу команда узнает после жеребевки 26 августа, которая пройдет в Стамбуле. 7 неправительственных организаций осудили решение Национальной Чрезвычайной Комиссии Общественного Здоровья, которое предусматривает вакцинацию учителей или их тестирование за свой счет каждые 14 дней. Члены неправительственных организаций заявляют, что обратятся в суд для отмены этого решения, которое они считают незаконным. В ходе пресс-конференции адвокат Геннадий Татарчук заявил, что решение Национальной Чрезвычайной Комиссии Общественного Здоровья нарушает права, предусмотренные Конституцией, и противоречит внутренним нормам, а также положениям международных соглашений об основных свободах и правах человека, к которым наша страна присоединилась. Нарушается статья 21 Конвенции Международной Организации Труда и закон о безопасности труда, который предусматривает, что меры по обеспечению безопасности, гигиены и здоровья на рабочем месте не требуют никаких финансовых обязательств со стороны работников. Мы констатируем и факт нарушения кодекса о труде Республики Молдова. Члены неправительственных организаций требуют отменить решение, чтобы не нарушались конституционные права граждан. В Республике Молдова нет нормативного акта, предусматривающего обязательную вакцинацию. Привитые также могут быть переносчиками вируса, поэтому тестирование только невакцинированных лиц является дискриминацией. Как утверждают педагоги, они были предупреждены директорами образовательных учреждений о том, что если не вакцинируются и не пройдут тестирование, как того требует власти, они потеряют работу. Даже в этом случае они отказываются от вакцинации. Большинство моих коллег сделали вакцину не потому, что этого хотели, а потому что они просто боялись потерять работу. Эксперимент проводится сейчас над нами, медицинский эксперимент. Я, например, не хочу в нем участвовать. Почему кто-то должен меня заставлять? Я с болью узнала о решении Чрезвычайной комиссии об обязательном проведении теста и вакцинации. Мы свободные люди и не одобряем иммунизацию. В этой связи представители неправительственных организаций заявили, что обратятся в суд для отмены решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Профсоюзная федерация образования и науки также раскритиковала решение властей, принуждающих непривитых педагогов делать тесты на ковид за свой счет каждые 14 дней. Они также приняли декларацию, в которой призвали власти пересмотреть свою позицию. С другой стороны, министр здравоохранения Алла Немеренко заявила, что правительство не соглашается с позицией учителей, которые предлагают оплачивать тестирование на ковид-19 из государственного бюджета. В свою очередь, премьер-министр Наталья Гаврилица посоветовала педагогам покупать экспресс-тесты, которые, по ее словам, стоят дешевле. Прожили вместе полгода и умерли в один день. Молодая супружеская пара наших соотечественников, недавно поженившихся, погибла в аварии, произошедшей на одной из автострад в Италии. Мотоцикл, на котором ехали супруги, врезался в автомобиль. Авария произошла вечером 24 августа, сообщают итальянские СМИ. Как пишет издание «Карьеры де ла Сера», столкновение произошло из-за того, что на автостраду выехал с прилегающей дороги автомобиль, водитель которого не убедилась в безопасности маневра, тогда как мотоциклист не успел увернуться от удара. На место ДТП прибыли три машины неотложной помощи и один вертолет для транспортировки пострадавших в больницу города Болонья. Туда была доставлена только водитель автомобиля, жизнь которой вне опасности. Нашим же соотечественникам врачи помочь не смогли. Кристина и Борис Дану погибли в возрасте 26 и 29 лет, соответственно, спустя всего полгода после того, как стали мужем и женой. Оба они жили и работали в Италии. С 1 сентября Украина, возможно, прекратит доступ на свою территорию транспорта с приднестровскими номерами. Жители левобережья Днестра и региональные власти с тревогой ожидают указанной даты, питая, тем не менее, надежды, что запрет не будет введен. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев во время встречи в Тирасполе с послом Швеции в Республике Молдова Анной Либерг, завершающей свою дипломатическую миссию в нашей стране. Игнатьев назвал возможный запрет на въезд в Украину транспорта с приднестровскими номерами деструктивным шагом, который может привести к ухудшению диалога с молдавской стороной и к ответным мерам со стороны приднестровских властей. Напомним, договоренность о введении такого запрета была достигнута в феврале этого года во время рабочей встречи исполняющего обязанности в тот период премьер-министра министра иностранных дел Молдовы Аурелио Чокое с послом Украины в Молдове Марком Шевченко. Как сообщалось тогда, после введения запрета пересечь границу с Украиной смогут только автомобили с нейтральными номерами и наклейкой МД. Под давлением протеста Виталий Возной лишился должности исполняющего обязанности начальника отдела контроля и защиты животных премьер-министра Кишинева. Его место заняла Екатерина Пагу, работающая в ведомстве с весны этого года. Две недели назад ряд активистов и защитников животных устроили акцию протеста перед столичной мэрией. Они потребовали отставки Возного с должности временного руководителя подразделения, поскольку тот не имеет никакого отношения к сфере защиты животных. В этой связи протестующие потребовали, чтобы следующий глава этого департамента обладал как минимум пятилетним опытом работы в данной области. Оснащенные всем необходимым, практически все учебные заведения в Аргеевском районе готовы к новому учебному году. Местные власти, а также районные руководители заявляют, что ученики вернутся в школу, где будут обучаться в самых лучших условиях. И надеются, что в этом году образовательный процесс будет проводиться по обычному графику с физическим присутствием детей в классах, как было объявлено ранее. Теоретический лицей имени Аниси Фарагиба в муниципе Аргееве – одно из учебных заведений, где кипит работа по подготовке к новому учебному году. В целях соблюдения дистанции при перемещении, в коридорах, а также в классах нанесена специальная напольная разметка с указанием входа и выхода. Это одна из мер по предотвращению заражения коронавирусом нового типа в лицее. У входных дверей лицея установлен специальный прибор, который измеряет температуру всех входящих – учителей, сотрудников и учеников. А также напоминает, что если мы не носим маску, мы должны ее надеть. Температура в норме. Наденьте маску. В коридорах, в кабинетах, в классах размещены столь необходимые и в этом году дезинфицирующие средства. Достаточное количество раствора, оставшегося с прошлого года, освободило лицей от дополнительных расходов. Мы закупили на 1 сентября все необходимые материалы, кроме дезинфицирующего средства – хлора для дезинфекции столов, стульев, холла, туалетных комнат. В лицее вакцинацию прошли около 70% сотрудников. Тем не менее, администрация надеется, что и остальные коллеги последуют их примеру для обеспечения полной безопасности. Мы очень ответственно относимся к тому, что собираемся делать, и очень хотим, чтобы ученик в школе чувствовал себя хорошо и безопасно. Мы действительно хотим, чтобы онлайн-уроки оставались для детей альтернативой, но не обязательной практикой. Преподаватели с нетерпением ждут возвращения в школу. Мы надеемся, что это действительно произойдет, даже если есть запреты в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Подготовка к новому учебному году идет полным ходом и в других школах Аргеевского района. Проведен капитальный ремонт одной гимназии, частично отремонтированы 19 учебных заведений. Еще в 27 проводились ремонтные работы. Где-то было необходимо заменили сантехнику, полы, окна, крышу, электрические, тепловые и канализационные сети. В актовых залах некоторых учебных заведений проведен капитальный ремонт, а в некоторых помещениях – малярные работы. Районные власти заверяют, что делают все возможное, чтобы образовательный процесс был качественным. Мы понимаем, что почти каждое учебное заведение нуждается в ремонте и нашем участии с финансовой точки зрения. Исходя из возможностей бюджета, мы будем решать проблемы поочередно. Мы продолжим выявлять и решать проблемы там, где они есть. В Аргеевском районе действует 47 учебных заведений, в которых обучается более 11 тысяч детей. Национальный банк вводит в обращение набор из трех монет в честь 30-летия независимости Республики Молдова. Монеты изготовлены из серебра и могут служить как в качестве платежного средства, так и в нумизматических целях. Каждая из них имеет номинальную стоимость 50 леев и тираж 500 экземпляров. По определению, любая памятная монета является предметом искусства, предназначенным для передачи обществу сообщения от определенного государства. Эти три юбилейные монеты отражают историческую память нашей страны, а также нашу приверженность культурным и гражданским ценностям. В Нацбанке уточняют, что комплекты монет символизируют 30-летнее историческое движение страны – прошлое, настоящее и будущее. На каждой монете очеканены слова из известных стихотворений «О либертате», «Сфинте либертате», «Инимамяя Молдова» и «Кыт троим пять шест пемынт». Первая монета посвящена поколению, которое боролась за свободу страны в 1991 году, вторая – молодежи, а третья – детям, которые в условиях глобального кризиса здравоохранения отправили человечеству послание «Все будет хорошо». Памятные монеты наделены сертификатами подлинности, которые содержат три QR-кода и могут быть проданы только через молдавские банки. Роскошь и величие президент Туркменистана снова поражает. Он открыл строительную площадку, взяв в руки золотые лопату, тачку и капсулу. Присутствующие лица встретили президента ликованием и песнями. Как пишут местные СМИ, Гурбангул и Берды Мухамедов открыл строительство зала на 3000 мест в комплексе «Белая юрта Туркмен», известный своей привязанностью к драгоценным металлам. Ашхабадский лидер установил в столице собственную покрытую золотом статую, где он изображен на конец высоко поднятой правой рукой. Рядом изображен летящий голубь – символ мира. В прошлом году президент Берды Мухамедов открыл 15-метровый золотой памятник Алабаю в честь своей любимой породы собак. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите время новостей в 21.00 на телеканале ТВ6 и в 10 вечера на Архии ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok